Пора поделиться результатами, рассказать об успехах, решили ульяновские общественники и провели 15-й ежегодный гражданский форум. На первом этаже педагогического университета расположились площадки ТОСов. Активисты радушно встречали гостей с пирогами и сладостями. Многие признают, что Ульяновская ассоциация территориальных общественных самоуправлений одна из самых сильных в России. Неоднократно ТОС в Ульяновской области является лидерами, как наша ассоциация, так и другие ТОСы. В настоящее время в рамках гражданского форума у нас есть интерактивные выставки ТОС. В настоящее время выстроены 29 площадок. Деятели областной общественной палаты планируют созвать наблюдателей на выборы президента. И транспортный вопрос тоже необходимо решать в ближайшее время. Общественная палата 8-го созыва сняла первое место в общероссийском рейтинге общественных палат. Проводит его общественный палат Российской Федерации и рейтинговое агентство «РАЭКС». Первое место в общем рейтинге, первое место по медиа-активности. Напомню, в Чердоклинском районе в этом году назвали несколько улиц в честь участников спецоперации. А в 2024-м в Ульяновске откроются новые корпуса Суворовского училища ВДВ. Активист общественной палаты Александр Луконин предложил главе региона увековечить память героев новейшей истории. Алексей Русских поддерживает инициативу. По инициативе семей наших ребят, которые погибли во время гостомельского десанта, мы предлагаем присвоить адрес Суворовскому училищу. Это будет улица, либо площадь, либо бульвар, пока не знаю, будем обсуждать. Но именно улица героев гостомельского десанта. И это должно быть не на территории училища, а перед входом, чтобы был доступ ко всем гражданским лицам. Отличать добро от зла, обладать проверенной информацией необходимо, особенно в наше непростое время. Научные сотрудники общества знания как раз и занимаются просвещением россиян. Была проделана масштабная работа. Это и по пополнению, и укреплению лекторского сообщества. Для нас, в первую очередь, основной принцип работы – это люди. То есть это лекторы, просветители, которые несут знания, которые делятся своими знаниями и опытом. Вторым моментом для нас важным стало это укрепление партнерской сети. Мы, Ульяновская область, один из первых регионов, которые заключили соглашение с правительством Ульяновской области. Ключевым моментом форума стало пленарное заседание. Алексей Русских поблагодарил неравнодушных ульяновцев за активное участие в развитии региона. Друзья, думаю, что будет очень правильно, верно сказать, что прошедший год обогатил нас новым опытом по выстраиванию взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества. Он показал, насколько важны единство, сплоченность и взаимовыручка в условиях стремительной глобальной трансформации, изменения всего сложившегося уклада. После обсуждения приоритетных задач перешли к торжественной части. Глава региона наградил лучших общественников именными подарками и благодарственными письмами. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.